Это личность плохая, это был, когда мы начали, мы возили овощи, фрукты, овощи в основном, это с Николаевки, у нас был вельбот, вот наша это была там, через Днепр, на Николаевку, у нас один завод нашел. Там была база, там все были, арбузы, помидоры, яблоки, картошка, огурцы, все это было. Так мы утром выезжаем и аж вечером возвращаем, возвращаем в вечер, к вечеру, так целый день там пропали. Врузим килограмму 300-400, нет, это до трех тонн, вельбот был. Это сразу по воде, это уже где-то возле Днепра было, да? Ну наша база-то тут была, металлур, а сейчас там же база металлур. На том берегу там, где грузили, там привозили уже? Привозили мы сюда все, а там база была, Николаевская, что нам отпускали, нам была справка, что мы обеспечили город, население. Возим овощи, значит фрукты, арбузы там, дыни, огурцы, все прочее. Бригада у нас, этот самый Угушевский руководил нами, он создал это самое подполье, это самое, нашу отдельно, не посвящал, потому что не надо, вот, знали, чтобы остальные, то есть, чтобы это было, ну, конспирировано, чтобы не было знания в случае чего, значит, кто-то, кого-то прижмут, выдаст, чтобы не знали, кого же выдавать. Понимаешь? Вон-то, когда его забрали, так, а как он попался, они, значит, вот фабрика кухня, зафабрика, ну, там это ресторан Днепр, сзади там была Садовая улица, да, они собрались на эту улицу, на эту, совещание какое-то было подпольное, собрались. А идет, ну, полицай, полицай, ну, заветил, корбитка светит, свету не было электричества, корбитка горит и, значит, совещается. Он бросил, привел с собой отделение велицовскому немцам, сказал, дали ему полицай, человек 5-6, наверное, вооруженные, и начали палить сразу по этому зданию. Окно было у них открыто, да, и они сразу разбежались. И Грушевский, Анатолий. Через окно все разбежались, и Грушевский тоже через забор и вниз, туда, на Садовую улицу. Там же была самая святая, это возвышенность была, все ли, да, откос. Он-то через забор маханул, ну, такой спортивный был человек тоже. И в это время с шармого поля попало ему в колено. Ну, они так приблизительно стреляли, да и все, и попали в колено. Он, значит, а он встречал, Самойленка была голова, что близко к правой был, Самойленка. Какил-то Самойленка, а ее отчество? А я не знаю, Самойленка, Самойленка. А как? Я не знаю. Это мужчина? Ну, конечно, мужчина. Голова у правой. Это голова близко к правой. Националист. О, значит, Грушевский, этого Грушевского, как дядька или племянник, он считался Грушевским, этого Грушевского, что Михаила. Историка. Историка, да. Ну, считаю, первый президент Украины. Да. Ну, и, значит, Грушевский под его фамилии, что, мол, это мой родственник, ему дали место кассой заведующей взаимопомощи. А Самойленка его у права была. Так. Теперь, тут Зайченко была, учительница тоже была. Он женился на учительственной Зайченко. Так. А чем он занимался, какая должность была? Да. Зайченко, Зайченко. Зайченко, нет, Зайченко. Зайченко-то она, она преподаватель, учительница была. Они собирали свадьбу. Жили. Жили. На Самойленке. На Самойленке. Он еще был еще молодой, и она еще была. Во время оккупации собирали. Да, во время оккупации собирали свадьбу. А ее сестра, Татьяна Меньшая, значит, он встречался с Грушевским. Угу. В Грушевском встречалась. Специально, что он вписался туда. И когда, значит, перелазил через огонь, пуля попала ему, разбила ногу, это колено, значит, он позвонил свободникам, чтобы выслал карету скорой помощи, там что такое. И, значит, кто-то испугался, значит, не стал это дело, а сообщил полиции, а полиции сразу же, вон, когда пли, они не знали, что они попали в него. Угу. Угу. Они в темноте стреляли, и попала шагмая, дурмая пуля в колено ему. Угу. А он в это время спустился, и там, это, стреляла свободник карета, карета. Угу. Угу. Он хотел разрешить, да, вот, самое, он, чтобы его отвестил в больницу, чтобы не знал же никто, что он раненый. Ну, а тут испугался, полиции сразу сообщил, и его забрали. В больницу первую отвезли его туда, значит, с этой ногой, нога начала в него загниваться, она вкусно была. Пошла... Значит, ему ампутировали ногу. Это Гаврила была врача, она есть в этой самой книжке, говорила врача. Хорошо, хорошо. Да. Ну и, значит, делали ему операции. Она ведь там помогала, конечно, тоже, не знаю, делала. Фантышок передал через Танкевича, Калимирта, у нас была у нас подальщица. Она ходила к нему, ну, она старушка была, поэтому он более-менее. Он сказал, передал мне писал, что, значит, никто никуда, значит, не убивайте, не скрывайтесь. Я, говорит, ничего не скажу, нет, за вас не скажу. Чтобы не было подозрения о том, что, значит, мы участвовали с ним вместе в этой организации. Да. Ну, это был никуда. Так он не выдал. А потом, значит... Подождите, а вы тут вечер были, когда стреляли? Как? Когда стреляли в окно, были? Ну, нет. Там не было? Не было. Не было. Там подобный, по-моему, был. Там другие еще были. Другие были. У нас конспирация... А в каком это году случился вот этот инцидент? В каком году? В 2002. А какой период? Ну, какой месяц? Не помните? Месяц? По-моему, наверное, осень. Осень? Наверное. Да, осень. 42-й год. Потому что... Это было... Значит, мы с Ушевским еще ходили. В штат-комиссаре еще не было. Когда? А, 42-й, да, 42-й, 43-й год, наверное. Вот в это время, наверное. После этого, когда мы собирались, в 43-й год, ну, он еще не был ранен. Ну, собственно, его ранило, когда уже наши подходили. Это 43-й год. Понимаешь? Уже в октябре, наверное, месяц, вот в это время, его, значит, захватили, его ранило, да? И чем это кончилось? Что? Ну, его расстреляли. Конечно, за 15 дней только наши уже подходили. Освободили. Днепропетровск уже освобождали, по-моему, и Днепродержинск, так? Значит, а их забрали за 5 дней. Отвезли туда, на балку эту, куда сейчас мусор ссыпают, возят его. Ну. БКХЗ. 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 Волгейский. Косохим зовет. Там это ж балка, куда ссыпает весь мусор. Вот там их выйдет, там их стреляли. Потом подобрали прах, его, значит, собирали в пульпле. Компедицко, тоже было в организации. Нашли, значит, его косточки, все это уже сгнившие. И собрали этот прах и сюда, да. Прометею привезли, ропу сделали, ну, так, как память. А там уже, собственно, никакого не оставалось трупа. Он занял уже. Думаю, прошло не столько времени. Наверное, когда, ну, у Грушевских есть там, на пролетей, на надписи, уникалечивая память. Есть, вот, о погибших больших, например, немцев. Вот так вот. Вот такой вопрос. Вы не помните, как немцы обращались с евреями? Вот, может, какой-то эпизод, что-то вы видели или слышали? В армии, когда мы были в плену же, по-моему. Только собирали. Угу. Он, значит, выстраивает, ну, объявил, значит, всех евреев, и не только же, евреев в первую очередь, политруков, тех выстроили на командный состав, не знаю, ну, а вострелю по двадцать. Человек, наверное, по тридцати. Водил разом в десять. Ну, что это? Другой документы с ним? Нет. А как? Евреи. Евреи. А, как сказал это самое, наши, начали тягать евреев сами, особенно украинцы. Выдавать? Выдавать. Ввиду, это волокут тут кричит, а поймали одного татара, тут кричит татарин. Я татарин, все. Ну, комендант, значит, был, проверял, сам это, сам, отпустили этого татарина. А они, что вы, значит, это в плену было? А? В плену было там? Да, да. Не, ну, забрали. А как в городе было? Вы не помните, может, что-то вспомните по ситуации в городе с евреями? А, не знаю, не знаю. И вот это, там расстреляли человека, наверное, евреев, человек двести, наверное. Причем, когда их там, так, конюшня какая-то была, балка была, и вот от нас было метров сто, двести, повернули. Туда двадцать-тридцать человек отправили, расстреляли с автоматом, рекой забирают других. Стоят, как укопанные, никто забитый, никто никуда не разбитый.